Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы рады вас вновь приветствовать на канале Клягамова ТВ. В то время как строители диктатуры Единого Мира в своем стремлении к мировому господству прячутся за якобы борьбой за свободу угнетенных народов, они организовывают травлю против российского президента. Они не терпят то, что Путин осмеливается защищать свободное самоопределение русского народа и суверенность своей страны. Потому что в новом мировом порядке в завершении не будет больше ни одного суверенного государства. Кто не подчиняется этому новому порядку, на того натравливают СМИ, которые все без исключения контролируются идущей по трупам финансовой элитой. В ее плане это подчинение всех народов под диктат власти нескольких тысяч благородных. При этом они не гнушатся ни одного средства и даже не страшатся Третьей мировой войны. Сколько времени остается еще, чтобы открыть глаза народам мира, мы не знаем. Но одно точно, сейчас самое время. И эта верхушка пытается направить весь мир на Путина, накладывать санкции из-за присоединения Крыма к Россию. Последний глава Советского Союза Михаил Горбачев положительно высказался за вступление Крыма в Россию и осудил санкции Запада. Раньше по решению бывшего главы СССР Никиты Хрущева без опроса населения Крыма полуостров был отдан Украине, сказал Горбачев для агентства новостей Интерфакс. Сегодня люди Крыма решили исправить эту ошибку. Референдум нужно приветствовать, а не вводить новые санкции, сказал бывший глава СССР. Для наказания нужны очень серьезные причины, которые должны быть поддержаны ООН, и желание народа присоединиться к России не является достаточным обоснованием для применения санкций. В заключении цитата Марка Твен. Легче людей обмануть, чем объяснить им, что их обманывают. На этом мы с вами прощаемся. До следующих новостей на нашем канале. Продолжение следует...